11 научно-практическая конференция с международным участием «Московская трансплантология. Тренды современной трансплантологии» проходила 21 и 22 мая в НИИ скорой помощи имени Склифасовского. Место проведения конференции знаковое. Не случайно в Склифе вот такой мощный центр трансплантологии. Это еще началось с 50-х годов, когда тут работал Демихов. И первые сердца трансплантации легких печени Демихов именно сделал в лаборатории имени Склифасовского. Первую пересадку головы собаки тоже было сделано здесь. Эти эксперименты стали толчком для Кристиана Бернарда, который в 1967 году сделал первую трансплантацию сердца в Кейптауне. А вот в институте Склифасовского первый центр трансплантации печени был открыт 25 лет тому назад. В отделении трансплантации почки и поджелудочной железы Склифа в течение последних 10 лет выполняется наибольшее количество трансплантаций от посмертных доноров в нашей стране. Ежегодное количество трансплантаций почек от посмертных доноров составляет порядка 250. Немного кто может похвалиться количеством трансплантаций больше 200. На сегодняшний день общего количества трансплантаций поджелудочной железы в нашей стране немногим превышает 215. В нашем отделении было выполнено порядка 88 таких операций. Помимо этого в институте Склифасовского выполняют трансплантации всех органов. Курируемый нашим академиком Азор Шалычу Кубутием трансплантация очень активно развивается. И, кстати, Азор Шалыч является тем самым академиком, который выполняет все виды трансплантации. Своими впечатлениями о технологиях, применяемых российскими трансплантологами, со зрителями Первого медицинского канала поделился гость конференции из Турции профессор Мехмед Хаберал. В технологиях, как и в любом деле, в медицинских технологиях нет предела совершенства. Главным является доступность этих технологий, так как с доступностью этих технологий и развитием исследований меняется жизнь пациентов, которые переносят операции по трансплантации. Здесь, в России, из этой конференции был сделан вывод, что технологии здесь развиваются и не останавливаются на достигнутом. И мы тоже в Турции после организации исследовательского центра добились многих результатов. И уверен, в России тоже с развитием этих исследовательских центров будут достигать новых результатов. Как я вот отметил, главным является доступность технологий и частое проведение таких конференций для обмена опытом и передачи технологий для людей. Технологий очень много, да, это и технологии консервации органов, это очень важный момент, потому что сама операция, как бы трансплантация, это, конечно, тяжелая история, да, но гораздо более тяжелый момент – это подготовка органов, да, к трансплантации. Второй момент – это иммуносупрессивная терапия после проведенной операции. Вот это требует очень такого, очень большого искусства, помимо хирургии. Иммунологические аспекты трансплантологии, в частности, иммуносупрессия и ее влияние на качество жизни пациента после трансплантации, а также будущее клеточных и тканевых технологий наряду с этическими и организационными аспектами донорства тоже в программе конференции.